Привет, сейчас мы будем делать пакет трейсер 6434. Для этого открываем пакет трейсер на странице учебника, скачиваем инструкцию, нажимаем, откроем по ссылке, нажимаем скачать, сохраняем и открываем инструкцию, в Adobe Acrobat Reader. Это нужно для того, чтобы заполнять синенькие поля своими ответами. Тут будут вопросы, вам нужно будет на них отвечать. Потом этот PDF-файл нужно будет сохранить и отправить в специальную форму вместе с PKA-файлом, в котором вы сделаете задание. Давайте его и скачаем. Скачиваем наш PKA-файл, запускаем с помощью пакет трейсера. Сейчас он запустится. Также для этого задания нам понадобится таблица в Excel или где-нибудь еще. У меня вот, например, в Excel. Здесь нам надо будет писать, что мы делаем, что получаем в итоге, и что нам делать, если это неудачно. Вот у нас открылся пакет трейсер. Вводим имя. E-mail. Дополнительную информацию подтверждаем. Сейчас я уменьшу, чтобы это удобно разместить. Так, вот здесь у нас есть инструкция. Я закреплю ее поверх всех окон, чтобы она не пропадала. Здесь у нас таблица адресации. На каком устройстве, какой настроен IP. Что нам нужно? Нам нужно проверить, что у нас не работает, потому что какие-то из этих устройств настроены неверно. Нам надо понять, какие и что именно не так. Здесь уже выполнены первые шаги. Например, пинг с PC1 на PC2. И он не успешен. И нам говорят, что для решения этой проблемы нужно изменить IP-адрес PC1. Заходим в компьютер 1, десктоп, IP-конфигурэйшн. И сверяем IP-адрес с тем, что в таблице. В таблице вот 10.10 у нас здесь 11. Исправляем. Все. Теперь следующий шаг. PC1 пингует на S1 и на R1. И это успешно. Давайте дальше. Пропингуем с PC1 на S2. Пробуем. Заходим в первый компьютер. Командная строка. Пинг. И копируем S2. Вставляем правой кнопкой. Подтверждаем. Сейчас у нас будут проходить пинги. Мы будем это ждать. Первый ответ неверен. Но это еще не значит, что все плохо. Как и второй. Вот третий и четвертый точно покажут, работает или нет. Уже, скорее всего, не работает. Но мы подождем еще четвертый ответ. И все. Ни один ответ не получит. Значит, у нас какая-то проблема с S2. Потому что R1 у нас работает. И PC1 у нас тоже работает. Открываем коммутатор второй. Заходим в командную строку. И прописываем команды. Первым делом Зайдем В привилегированный режим. Отсюда мы Show Run Посмотрим Текущую конфигурацию. Пролистаем вниз. Видим, что Default GTV здесь настроен. И он правильный. 11.1 Все. Значит, проблема не в адресе по умолчанию. Давайте дальше. Можно прописать Show IP Show IP Interface Interface Brief И здесь мы видим наши порты. И информацию по ним. Смотрим. VLAN 1 Настроен и работает. И все порты, Которые, к которым что-либо подключено, у нас настроены и работают. Значит, проблема не в этом. Однако мы видим, что у нас на VLAN 1 не настроен IP адрес. И как бы так быть не должно, у нас должен быть IP адрес. Поэтому давайте его поставим. Для этого заходим в управление консолью. Configure Terminal. Здесь прописываем интерфейс VLAN 1. И копируем IP адрес из таблицы. Копируем. Вставляем. 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 И маску под сети тоже оставляем через пробел. А, я не скопировал маску. Ничего. IP адрес. Вставляем IP. Пропишу вручную. 0. Все. Подтверждаем. И включаем интерфейс. Однако он уже был включен. Все. Теперь попробуем пропинговать на него еще раз. Открываем первый компьютер. И пингуем. Повторяем команду. Вот у нас снова идут запросы. Первый неудачный. Второй тоже. А вот третий и четвертый уже получены. Если мы сделаем пинг еще раз, мы получим все четыре. А значит, теперь у нас S2 работает. Первую проблему мы нашли. Пишем новую. И пишем, что мы сделали. Изменили IP девайса. Правда, это нужно написать не здесь, а вот тут. А здесь нужно написать, что No IP. Не настроен IP. Давайте дальше. Давайте дальше пропингуем четвертый компьютер. Ну или третий. Давайте по порядку. PC1-PC3. Находим нашу... Ага, у меня закрылся первый компьютер. Открываем его. Командная строка. Пинг и третьего компьютера. Копируем IP. Вставляем и пингуем. Ждем немного времени, пока пройдет пинг. Все. Здесь мы получаем ответы. Давайте пинговать четвертый. Скажем, что здесь не получили. PC1-PC4. 168-11-11. Пинг и четвертый компьютер. Первый не получен. Как похоже и второй. Да, второй тоже не получен. Все выглядит так, как будто четвертый не настроен. Так, у нас какая-то проблема с четвертым компьютером. Давайте на него посмотрим. Desktop. IP Configuration. И сравниваем значения. IP у нас сходится. Маска сходится. Default Gateway не сходится. Default Gateway здесь 11.1. Так, как у R1 это порт Gigabit Ethernet 0.1. С IP 11.1. Все. Сохраняем, закрываем и пробуем еще раз. И мы сразу видим, что все четыре ответа получены. Так, идем дальше. Эти компьютеры мы вроде как уже прошли. Давайте сразу с этого же четвертого, который у нас открыт, пропингуем какой-нибудь, например, давайте по порядку. S2 мы уже пинговали с этих, значит тут точно все будет хорошо. R1 мы тоже уже пинговали. Попробуем S1. Пинг. Копируем. S1 IP. Вставляем и ждем. Как мы можем видеть, по малому у нас 25 из 35. То есть по логике что-то еще одно у нас не настроено и похоже. Конечно еще не на 100%. Ну да, скорее всего это S1. Что-нибудь в S1 не так. Давайте подождем. И все. У нас прошли реквесты. Ответ не получен. Давайте изучать S1. Заходим в него. Консоль. Enable. ShowRunningConfig. Смотрим. HostName. Листаем вниз. IP-адрес настроен в VLAN 1. Однако я почему-то не вижу адреса шлюза по умолчанию. Он здесь похоже не назначен. Так как помните, когда мы делали то же самое с S2. Вот здесь вот где. Вот IP-дефолт-гетавей был, а здесь его у нас нету. Поэтому будем исправлять. Заходим в Configure Terminal и прописываем IP-дефолт-ап-гетавей. И прописываем дефолт-гетавей R1-гегабит-эзернет 0.0. Вставляем сюда. Все. Установился. Как мы можем видеть, у нас 35 баллов из 35. Что означает, что мы все сделали правильно. Однако нужно еще это проверить. Еще раз пинганем. И заполнить таблицу. Мы пинговали PC1, PC4. У нас было плохо. И мы меняли IP-дефолт-гетавей. Change IP-дефолт-гетавей. Здесь мы пинговали PC4. С1. У нас было неудачно. И мы меняли опять же IP-дефолт-гетавей. Тут тоже. Change IP-дефолт-гетавей. И вот мы видим все. 3 из 4 не все, но 3 из 4 запросов успешные. Пропингуем еще раз и увидим, что все 4 из 4 будут успешными. И значит мы все сделали правильно. Теперь нам нужно сохранить нашу таблицу как PDF. Поэтому нажимаем сохранить как. Выбираем куда. Например, на рабочий стол. И здесь в списке тип-файла выбираем PDF. Сохраняем и отправляем эту таблицу как PDF вместе с нашей инструкцией в PDF, заполненной с отвеченными вопросами. И сохраняем ПК-файл. И тоже его отправляем. На этом все. Спасибо вам за внимание. Пока. Продолжение следует.